В Библии и Гипотеи сказали, что все люди на земле имели один язык и одинаковые слова. И сказали они, построим себе город и башню до небес, и начали строить Вавилонскую башню. Когда Российский Господь побил смеху, каждому народу дал свой язык, однако люди не остановились, и ставили все равно строить высокие здания. И такие же здания, конечно, строились и в нашей стране, в России. Я хочу показать, какие первые здания высокие у нас строили в России. Но в 1505 году, сначала самое высокое здание, в 1535 году было построено храм Василия Глажанова, 65 метров. Он почти подходит по современную консистенцию висотных зданий. Затем, в 1535 году начали строить, на запущенном конце 16 века, холокольный Иван Великий высотой 81 метр. И очень много века, почти полтора века, в уложении было написано, что нельзя строить здание больше, чем Иван Великий. Однако время шло, и в 1858 году было построено Сашковский собор высотой 101,5 метра. Это довольно прилично высокое здание. Еще через 25 лет, в 1883 году, был построен храм Христа Спасителя высотой 103,5 метра. В нем может разместиться 10 тысяч человек, а в Весательском соборе 12 тысяч. В 1919 году обратились к нашему выдающемуся, замечательному, непроизойденному инженеру Владимиру Григорьевичу Шухову с предложением построить радио-башню. Вот это вот шуховская башня, которая находится на Шаполовке в Москве. Шухов ее запроектировал высотой 350 метров, однако в связи с тем, что после гражданской войны устранения этого металла, ее не удалось построить такой высоты, и ее построили высотой 148,5 метров. Должен отметить еще один выдающийся проект. Это здание Дворца Советов, архитектор Борис Михайлович Афан, высота 420 метров. Это сооружение нашего строительства перед войной. Был сделан фундамент, был сделан металлический каркас. Мы точно не сделаем, а начали металлический каркас, однако вы знаете, что в 1941 году началась Великая Честная война, и каркас пришлось разобрать. Потом на этом месте был бассейн Москва, ну и сейчас восстановили опять на этом месте грамм Христа Спасителя. Но само по себе сооружение, само по себе, что наша страна еще в 30-х годах уже могла создавать какие-то сооружения и начала построить, говорить о наших довольно-таки передовых позициях. Ну и, конечно, в 1948 году было принято постановление о строительстве так называемых скалинских высоток. 7 скалинских высоток. Они были построены в течение 50-х годов и начале 60-х годов. Самые два высоких здания, это здание МДУ высотой 240 метров и здание у Красных Порог высотой 240 метров. В 1967 году было построено телевизионное облажнение Востанкино на время окончания строительства и потом в течение примерно нескольких десятилетий это было самое высокое сооружение в мире. Ну, я считаю, что если мы хотим рассмотреть те сооружения, которые годятся и для будущего, или которые уже невозможны с моей точки зрения, то есть мы, конечно, что-то придумаем. Как его совершенствовать, то это, конечно, совершенно и в этом смысле конструкция этого совершения идеальна. Так, я считаю, вы, видимо, и целесообразно провести социологические исследования о качестве жизни, то есть высоких зданий. Здесь говорили, что высокое качество жизни. Я в этом все удиваюсь. Потому что, как вы ребенка спустите с 80-го этажа вниз, одного, если ему 5, 7, да даже 10 лет. Как себя чувствует пожилой человек, который сидит, и ему не хватает воздуха. Как вы будете подниматься в скоростных лифтах, если на телевашке лифты ходят со скоростью 7 метров в секунду, и у вас закладывают души, вот, и лифтерам санэпидстанции разрешают работать только 2 часа в день. А если вам надо несколько раз подняться, отпуститься, а ежелифты сейчас стоят со скоростью 12,5 метров в секунду и даже 20 метров в секунду, есть масса вопросов, вот, и так далее.